А сейчас мы по настоящей Троещине едем. Тут очень непросто. Тут уже за городом. Это за городом мы уже, да, Витя? Пусть какие-то луга, поля пошли. Блин, чтоб карась там не сидел где-то в кустах. Витя, Витя. Ты помнишь, что мы на переднем приводе, не дрифти только? Смотрите, вот известная техника самого Вити. Смотрите, да, вот эта машина. Я думаю, вы узнали ее. А вон техника, которая зацепила вчера Московский мост. Витя включил, пока накачается. Сейчас надо выгрузить ее. Настройки будет. Вот я внутри. Вот я внутри. Копают, будет дом. Будет дом. Сейчас поедем. Это пульт от Трала. Управление задними колесами. Все тут чисто, убрано. Раз, стрела, два, такую, типа, как мы в Чернигово везли. Да, техника серьезная. Что тут скажешь. Буровая установка. Буровая установка. Двери не закрыты. Витя тут что-то дрифтить хочет начать. Туда он едет. А, для разгрузки подготовился. Двери не крана. Буровая установка. Двери не закрыты. Тух и бандура. Не помещается в камеру даже вся. она не такая широкая как то что мы везли почти габарит чуть-чуть выступает буровая установка так витя выезжает там машинка стоит ты весь и чтобы я не было сада я был неволословный чтобы я тебя не наебал на я через неделю через дни буду домами а над наберите мне чтобы ваш был высветился человека был горбатый говорит там еще есть как вас зовут иван иван хорошо спасибо говорит разгрузка сам съезжает говорит макс до прошлый раз разгрузки разгрузку мы не не застали вот эта схема видел рабочие говори часам съедет вот это очень важная вещь начинаем операцию расцепление это мы уже видели это вот эти упоры что ты говорил да так да так 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 Как Папа Карло работает Папа Карло пострянь с ним прогульщик вообще По выходным керачит Заглушил? Оп и все Какой там интерьер Просто штора Все, одеяло Вот и техника Папа Карло Папа Карло Зеркал нету Витя, мне кажется он на меня охотится Витя, он на меня охотится Стрелой этой Не зайдет по колее Чего не зайдет? По клиренсу? Ага Резиновые колеса подложить Ну вот и вся схема Электромотор Электромотор А уазик по колее Витя Витя, колеса подложить Колеса подложить вот эти А как ты заедешь? Буровая Буровая Ну теперь уаз заедет хоть должен Это эвакуатор для уаза Витя Заднего привода нет, передний привод Ставим их вот сюда Понял? Вот Построил Построил Задал Столкнем давай, стой стой. не клапан жесткий, заехал так find a template. гнутого клапана не остановить конечно что-то отпало стой стой отпала шуток а это грязь наверно подожди вот на это за собой нафиг ты спорт life записывался не до чернигов они выпали не они там лежали пневоподвеска а подожди вот это выступает это не габарит уже да сейчас габарит будет так что мне опять дальнобойщиком надо будет работать елки-палки шапки надо одеть одинаковые жесткий давай я постарался максимально отъехать ровно рулем заехать но это не точно мне никогда не получалось не в чернигове получилось чернигове это была чистая случайность да слышу на камеру елки-палки я думал ты профессионал когда ты мост чуть не снес московский сейчас попадание теперь прицеп тягачом и все едем дарницу два метра осталось видишь что тара метра еще давай 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 чуть-чуть еще чуть-чуть так так давай 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 так надо пустить так а а а а Она заходит в плотную обхлопную, понял? А вообще тебе лучше всего стоять вот, подведи сюда. Вот центральная, она должна четко попасть вот этими. Сюда, понял? Сейчас. А, смотри. Сейчас, я еще чуть ниже опущу. Вот, так сейчас ровно. И когда вот этот край... Я понял, она встала на свое место? Да, да. Нет, эту опусти, а тут немножко подыми. Вот, еще. А эту опусти. Этот край. О, еще немного. И она ровно к нам зайдет. Все равно, все, честно. Давай, два раза. Стоп. Теперь ровно ручь. Ровно ручь, ровно ручь. И на меня, отлично идет. Стоп. Попал вроде. Вроде попал. Вчера цинкнуло так, что я понял, аж огонь был. Пань. Да? Да. Угу. Я первый раз такое видел. В Чернигове тоже ляпнуло нормально. И в Чернигове ляпнуло. Но вчера было опасно. Вот сейчас вот момент, когда надо подтянуть машину назад. Вот здесь подтягивать. Ага. Ага. Может ты вчера с ручника забыл с ней? Нет? Все нормально. Все равно в вашей квартире. Все, четко. Четко, да? Да. Ручник говорит, поставь. Все. Идушим. Он нам больше не понадобится. Глуши. А у вас как? Так ты стремишь? Ой, мне бы развернуться там впереди. А? Город открылся. Пойди там, брат. Вот так. Размолотили немножко мостик задний. Слышишь? Ты каждый день спрашиваешь. Какой-то мост сломаешь. Вчера московский. Сегодня задний. Витя. Что будет дальше? На Моспатона не заезжай только. Он еле держится. За одну неделю в том году, за одну неделю, четыре протокола было. То, что я на фуре через Моспатон ездил. Да? Четыре. У меня сегодня телефон напоминания вытянул. Сколько? Год назад вы там с мусорами дергали. Сколько? Сколько протокол? Четыре. А сколько? 450 рублей. Какая-то мелочь. Не очень дорого. За езду, да, пацан. Всем дорого. А? Дороже? Дороже? Эта канала нет. А я не хоть подумай. Посмотри, что делает. Вообще бугай нереальный. Ты видел? Аж стоп загорелся. Это не к добру. Вот, а то, что все нормально. Ты там это, передачу поставил, все нормально. Ну да. Ну, как бы мог. Как бы мог. А куда? Он если туда, то упадет. Или там. Если назад, то ударит. Он никуда не ног сидит. Все, я вперед. Разворачиваемся, выезжаю. Дарю вам последние кадры, как УАЗ едет. Просто, кстати, вот так вот Тимати клипы снимают. Они вот тут ставят камеру. Делают и поедут. Понял? Вот так садятся, да? Говорит, Тимати клипы снимает. Хочешь быть Тимати, Жека? Садись в УАЗ. Блин, поехали. Ты с нами? Давай будешь как Тимати. Садись в УАЗ. Вот так клипы снимают, говорит. Блин, клапан он бывает стартует жестко, чтобы УАЗ на нас не поехал. Девочки надо, чтобы клип снимать. Девочки на капоте сидели. Да ладно, мы там дорисуем потом. Ха-ха-ха. Нормально едем. А что, уверенно тогда? Да вообще. Вроде всю жизнь тут сидели, да? Но пневмоход вообще очень мягко идет. Стол можно поставить. Ну да, неплохо идем. Тут где-то разворот есть. Это мы едем развернуться просто. А нет. Я тебе говорю он жесткий, будь осторожен. Я-то с ним отъездил уже во сколько. Он жесткий, да? Да, да, очень жесткий. Шлем, подень ниже. А давай первую газу, а я тебя буду снимать. А ты как в фильме... Выпрыгну? Да. Форсаж? Да. Не знаю. Тоже вариант неплохой. И едем. Я подумал, что стоять? Можно же присесть. Да, конечно. Тут удобнее-то намного. Сейчас будем разворачиваться. Видел, как колеса задние подворачиваются? Потом подстягиваем. Состояние там колесо? Одно колесо немножко, да. Тут хорошая площадка для разворота четкая. Мы на УАЗе едем. Что-то задом, слышь, как-то странно. Надо было же наоборот поставить. Как я буду? Подожди, хоть тормоза хоть нажму давай. Ты сцепление жмешь? Да нет, тормоза. Тут педали стоят более-менее правильно. Не так, как в горбатом и в мыльнице в сторону. Да, Троещина. Хорошо, хоть мы тут за забором. Понял? Более-менее в безопасности, да? В этом районе. А так непросто. Экскурсия по Троещине. Экскурсия по Троещине. Экскурсия по Троещине. На УАЗе. Чтобы безопасно, да? Чтобы не притерли нигде, не влупили. В принципе. Сломался. И чтобы не сломался. Высоко, да? Что там такое? Что, зацепил? Конечно. Офигеть вообще. Может нам лучше выйти, слышишь? Жека, глянь, Жека уже эвакуируется. Это шухер. Да, конечно, он далеко не слепит. Шухер. Как калитка закрывается, да? Хрен его знает. Блин, мы тут чуть в котлован не упали. Витя зацепил ограждение. Ёлки-палки. Какая-то тут машина у него сильно длинная. Прикинь, какую подушку заливают. Ты представляешь? Это свеча будет этажей 25, да? Наверное. Не знаю. УАЗ мне нравится. Бесшумная машина. Хорошая вообще. Мягкая в ходу идет. Блин, никаких проблем. И надежная, главное. Ну как? Тебе понравилась экскурсия, Кирилл? Конечно. То, что надо, да? Да. Сегодня Пуща, Дарница, Московский мост, Троещино. Такая великолепная пробка была на мосту. Пробка шикарная вообще. Следы от Витиного вчерашнего проезда по мосту. Ты видел же, как трос расплетен? А, не видел на московском? Ты что? Ну, посмотришь на канале. Подписывайтесь, сейчас будем ехать. Ворота не закроются. Покидаем Троещину со слезами на глазах. Да заезжай, Нива, и что ты бензин будешь тратить? О, известная фирма, привет. Что-то возит сюда, слышишь? Плавочек. Жека, мне кажется, он дом строит тут втихаря от нас. Понял? А прикидывается, что это, что на еду не хватает. Жесткий, жесткий, жесткий парень. Ну, Троещина хороша по-своему. Вот когда она, знаешь, так ты со стороны на нее смотришь, не внутри. Потому что в глубине там и сигналят, и подрезают. Очень страшно. Заходи в Ниву сразу, залазь. Запрыгивай в окно. Гоу, гоу, гоу. Двери не открываются. Он хоть проходит, Джека, или нет? Да. Держи, Ниву, держи руками. Так человек хочет в своей машине быстрее вернуться. Машина хорошая, конечно, ничего не скажешь. Была одна неудача сегодня там. Посмотрите выше. Что, ты тут будешь ехать или нет? Что-то тут все разболталось. Будешь в нем ехать? Да нет, пойду вовнутрь, наверное. А как мы будем меняться, если остановят? Да, мне уже пол... Да? Ой, извини. Ну да, Джека. Говорю, заезжай, что ты будешь бензин тратить, правильно? Джек, я говорю, чтоб заезжал. Ну, у него обеда назад прикольно. Да, конечно, было бы вообще ярко очень. Было бы ярко, если бы назад его поставить. Витя говорит, хочешь быть опять дальнобойщиком? Садись и едь, блин. Вот это я понимаю, друг. Все для меня, блин. Все для меня, говорит. Сядешь, ручник снимешь, включай первую или вторую и едь. Ну, еду. А он катится сам, я на нейтралке, понял? Где он? Витя там, короче. Мы едем потихоньку. Какой-то включил, короче. Едет. Едет, да. Блин, ну страшно реально. Все, Русланчик, Русланчик, стой. Да подожди, педали найду. Стой, натяни ручник, мне страшно. А мне самому страшно, еще страшнее, чем тебе. Да не, ну я же привык уже, я же осваивал эту машину давно. Ну давай. Только расскажешь, где передачи какие же. Я не буду тебе ничего сказать, выходи. Выходи. Куда выходи? Ну блин, ну что, вот здесь вот нога пускай стоит. Так давай я в УАЗе поеду, можно или что? Менты в УАЗе, цветы в унитазе. Все, полетели. Побыл я дальнобойщиком. Выходил на связь, Макс, пожалуйста. Макс, ты выходил на связь? Слышишь? В этот халабуду не заедь. Давай, давай. Мы уже двинули в ноль. Понял. Я не испачкаю ничего тут, Витя? Я потом вытру нашими салфетками. А, хорошо. Блин, как классно быть дальнобойщиком. Слышь, я проехал 4 метра 83 сантиметра. Есть, есть. 4 метра 83 сантиметра проехал и вообще со всем себя по другому чувствую, Витя. Да, да, я все еще. Эта дорога, эта работа надоедала. Да? Да, сейчас я тут какой-нибудь... Как борьбе... Ты видишь? Я постоянно, я постоянно что-то цепляю. Да мне это цепель. Скажи ему, что текает. Нет, нет, нормально. Мы не пойдем. Мы неonaversof. Тут какие-то блоги, люди нас снимают. Куда ты, Витя? Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, колокольчик за всех еh**ь. Просто взял и успел. Люди даже не поняли. Что, будет дальше? Сумала телефон. Да я сразу понял все. Уже в инстаграме. Вот можно было, конечно, вот это и отметить. Так еще я не выложил. На. Вытягиваешь снизу, нажимаешь упомянуть, и свяжешь сзади. Есть? Да, все понятно. Троещина, это вам не шутки, я вам скажу. Как ты жестко с ним, да? Да я со всеми жестко, ты что? Да я знаю, я головой об трубу все время бьюсь. Хорошо, шлем хоть был сегодня. Все, я прямо поехал. Все, спасибо за покатку. Всем пока. Нажал. Пока, пока. Осторожно там. Жека где? Не заехал на лафетку? А, Жека, блин, прогнал. Вот это мы затупили, слышишь? Надо было заехать, было бы все. Конечно. И я бы ехал в УАЗе, а Жека в Ниве, лицом к лицу. Конечно, блин, это было бы... Останови, я пойду в УАЗ, мне тут душно, блин. Я уже привык к дешему воздуху. Ну сейчас, я сейчас в УАЗе, и ты поедешь. Подожди, грузовик сюда нельзя. Нельзя сюда, да? Да, а я, как ты знаешь, правила никогда не научаю. Так главное, направо как нельзя. Менты в УАЗе, родного не дайся. Слышал эту песню? Нет. А ну, пой. А если будет? Ой, блин, там очень тяжелый текст. Голос, прокашляйся и давай. Там очень тяжелый текст, я не знаю его. Черт. Давай тогда фантазер, блин. Так, ну, ради вас, наверное, пересаживать. Давай я тебя на Маяковского завезу за запчастями, чтобы забрать. А, давай, кстати, слышишь? Что, звонит человеку? Ну, конечно, вот Маяковского. Звоним на Маяковского. А мы там припаркуемся? Так, все, я перемещаюсь в Ниву. Ну что, там все нормально? Да подписчик же тут нас ждет, надо забрать. А тут налево вроде пишет к нему. Нам налево сейчас надо уйти. Уйдем налево? Да, вот налево показывает. Или дальше налево, подожди, в путь. Олен, ну, Руслан, ну ты... Сейчас, подожди, я посмотрю. Что-то как-то медленно работает. Можно дальше же. Можно на дороге. Можно дальше. Дальше? Да, да. На следующий. Чтобы мы тут не стояли в пробке. Так, приехали мы к подписчику. Хорошо, что Нива коротенькая, да? Да. Раз, можно и так, можно и сяк. Вот Владимир идет. Запчасти на горбатый несет. Ага, давай. Я видел, что вы здесь видите, вы поехали. Да, да, они... Они это... Короче, смотри, это... Ёлки-палки. Это то, что я так... Это ж коммутатор, походу, правильно? Да, это реле зарядки, наверное. Реле зарядки, да, Жека? Катушка. Катушечка, ёх-х-х-х. Родной его. Ну, две пары и... Зеркала. Да, вот это самое главное прыщик. А вот самая дефицитная вещь. Главное прыщик тебе. И зеркала. Зеркала, слышь, такие, как у меня стоят, ты прикинь? Это оригиналы с него. Да нет. Как нет? Да вряд ли, ну... Короче, это все с горбатого. Класс. Надо отреставрировать. Да? Русланчик, мне не было времени... Спасибо огромное. Не было времени что-то искать. И я ехал, и машина была загружена. Трамблер как раз вовремя. Нам мотор подогнали, а там отломали вот эту часть, когда грузили. Смотри, на трех сего я поеду, и там есть два стекла. Крыла нет правого случайно? Нет крыльев. У нас стекол, уже можно стекольный магазин открывать. Серьезно, у всех стекла есть. Сколько покупали машин, давали с машинами, и там где-то отдельно. Три-четыре блока я просто сдал. Блока? Блока, да. Ну, двигателя, да? Да, да. Я понял. Было два горбатых. Один отдали просто по запчастям, а один я просто отдал на 200 гривен. На ходу мужик... Ёлкан, на ходу? На ходу он поставил аккумулятор, завел и приезжал. Офигеть вообще, ты представляешь, раритеты уходят. Ну, это было 2001 год. А мы только что на стройке. Человек подходит, говорит, там горбатые у нас были, говорит, там еще есть, говорит. Я тебе позвоню, говорит, в течение двух недель. Приедешь, заберешь, а потому что они их сдают на металлолом, блядь. Ну, в общем... Издеваются. Понял, спасибо огромное. Вот так вот. Блин, а я привык просто, что двери надо жестче закрывать. А в ними легенько, да? Все, спасибо, Владимир пошел. Запчасти тут. Догоняем Витю. Ни хрена си, ретро пиат. Смотри какой. Так это как горбатый почти, он даже похож, посмотри. Да, интересная машинка. Мы продолжаем экскурсию по Троещине. Она не закончилась. Мы думали, завершилась. У тебя кнопки опущены на дверях? Опусти кнопки. Тут небезопасно так с поднятыми. Я опустил. На всякий случай, мало ли что. Тут 90-е местами еще остались. Вон и в джей стоит. Ты еще под нагрузкой даешь нагрузку, ага. Тарабанит, да? Это полуось сломанное, это тарахтит. Неожиданно самолетик тут. Не было разве? Нет. Это же киностудия. Да? Да. Хорошие места. Нет, Троещина прекрасный район, друзья. Прекрасный. Ничего не могу сказать. Особенно его окраины. Там спокойно, тихо, стройка. Никто не ходит. Даже собак нет. Слышишь? Жека, Жека. Давай как-то поравняемся. Я попробую сразу в окно перепрыгнуть. От тебя в УАЗик прямо сразу на ходу. Что, не запрыгну? А если ты убьешься? Нас посадят, меня. Да? А я тебе сейчас напишу бумагу. Что я вышел сам. Он на видео зафиксировался. Вот ряд в этот можно ряд. Так что мы их догнали нормально. Запчасти с нами. Вообще весь план сегодня выполнили просто. Не, ну валит она вообще четко. Очень, очень достойно идет. Эпицентр. А тут другого же эпицентра нету. Я их не вижу. Мы не могли их проехать? Слышишь, он или прибрекивает, или очень быстро едет. Может они пересели в УАЗ уже опять? Вон они едут. Вот вон они. Я их вижу. С парильцем пойдем домой. Что, подъезжай, буду перепрыгивать в УАЗ. Это люди думают, вот это лафет для УАЗа, да? Звонил Витя, говорит, УАЗ тебя ждет. Не оставляю, он одинокий. Звонил ему, говорит, тяжело. Мы на базу. Кулек забирать? А я тоже к себе на базу. Ты к себе? Ладно, тогда я с кульком. Так, друзья, мы идем с кулечком. Нормальную машину я решил пересесть запчасти туда. Вот так машины угоняют. Да, да, как вы думали? Поехали, шоу. Включим онлайн давайте. Все, валим по Ленинградской, Дарницкий, Универмаг. Только они меня как-то посадили задом наперед. Ну, в принципе, снимать красиво, мне кажется, вам должно понравиться. Едем, едем. Все, все четко. Ну и контролирую опять же габариты. Сейчас включу онлайн, Витя будет все видно. Сможет смотреть, что происходит. И Витя впереди на посту. На этом тралле мы ездили с ним в Чернигов. Людям нравится, хорошо идем. Да. Вот она, Дарница родная. Думаю, включу вам онлайн, покажу в прямом эфире, как мы едем с покатухи. Видите уровень. Это этот трал, который может 100 тонн везти УАЗ. С УАЗом ему не тяжело. Шлемы здесь. Я смотрю онлайн. Смотрит онлайн, говорит. Я смотрю онлайн. Витя онлайн смотрит, показывает мне. Я думаю, солярка у нас не должна закончиться. То есть, целый день мы катаемся. Такой немножко сумбурный день был. В принципе, неплохо. Мотоциклисты тут. Очень мягко идет машина. В онлайн Витя, говорю, скорая летит отъедь. И Витя отъехал. Смотрите, красавчик пропустил. Ребятам кому-то плохо. Всем здоровья, конечно, главное. На фоне здоровья меркнет все. Когда ты болен, не нужны ни деньги, ни машины. Ничего. Ну тогда. Харьковское шоссе. Куда он лезет? Куда ты лезешь? Показал ему, что не надо. Человек адекватный, прислушался. Да, что сегодня только не было. И в багажнике в Ниве я ехал. И в Уазе. И во второй Ниве не в багажнике. Где ты, Витя? Я песни буду петь. Давай. Я песни буду петь. Давай. Пантажер. Ты меня называла. Все, пора ехать. Вот это жжет, да? Это вообще жесть просто. Люди лайки ставят, удивляются. Думают, что за сумасшедший тут с камерой сидит на Уазе. Кстати, задом наперед удобнее. Не дует. Хорошо. Это у нас такая камера заднего вида. Давайте я вам основную покажу. Вот тут онлайн идет. И Витя смотрит онлайн. То есть ему видно, что происходит сзади. А вам просто видно тоже, что видит Витя. И вообще, что происходит. Слышите? Я когда все время проезжаю вот это АТБ. Вот сейчас справа. Видите АТБ. Я когда его проезжаю, я всегда вспоминаю Танзанию. По одной простой причине. В этом АТБ какой-то терминал стоял. Через который, ну не такой, не совсем обычный. Ну, может обычный, но определенной фирмой, поддерживая определенные сервисы. Вова говорит, отправь деньги через этот терминал. Он там вот в АТБ на Харьковском шоссе есть. А мы ехали в Танзанию. Надо было билеты на самолет проплатить. Ох, Витя резко остановился. Ну, тут комфортно. И я в этом АТБ через терминал бросаю там что-то 19 тысяч или 18 тысяч. Билеты стоили. Бросаю на билеты. И мы поехали потом в Танзанию. Кстати, кто не смотрел Танзанию, всем рекомендую. 14 дней, 3000 километров. Там никаких постанов. Все как в жизни. Все по-настоящему. Ох, какой рейндж-ровер красивый поехал. Люди лайки ставят нормально. Братуха загружен там вообще. Вот я еду. Что вам еще надо видеть? Все хорошо идет. Так люди удивляются немного. Ну, довольны, довольны. Светофор тут обычно долгий. Мог нормальную песню длинную спеть. Или рэп прочитать. Но не успел. Все, мы почти на месте. Классный ман вообще обалденный. Пробка продолжается. Блин, закладывают повороты. Чтоб не слететь. Улица коллекторная. Запах характерный. Запах коллектора. БХ-7 стоит одинокая. Сегодня рабочий день, кстати. Чуть ворота не зацепил. Все, мы на базе. Все. Все получилось. Кразик на месте. Стоит без проблем. Все. Целенький. Прибыли. Подписывайтесь. У нас тут не скучно. Никогда. Мы сейчас с манипулятором его сгрузим. Это будет куда быстрее. Думаешь? Отвечаю. Проще? Ну, проще, конечно. Не, ну я бы мог и съехать. Блин, что-то подложить да спрыгнуть или нет? Ну, не, запаску можем кинуть. Но надо две. Вот. Вот машина. Немного БУ, да? Иди, иди за с ними сейчас. Машина была уставшая. Говорит, иди покажи сейчас. Какая была, какая стала. Просто красиво очень. Редуктор, наверное. Витя, не поцарапают хоть они его? За каркас поднимать будешь? Да нет, наверное. За колеса? Игоревич, за что? Я бы там за крюки, а здесь обмотать. Здесь обмотать цепь. За каркас. И... Нам нужен экшн. Давай за каркас. Не, ребята, не. Не, видите, оно. Это трава. Боб, за вот эти. Отходи. УАЗ начинает летать. Пошел по следам Горбатого, да? УАЗ? По стопам Горбатого пошел. Ёханы бабай. А куда ты его ставить хочешь? Сейчас, тихо, тихо. Что он исполняет? Страшно просто реально. Да? Вот можно мой мост снять, пусть, на боку. Да, сейчас мост снять удобно. Волон не ляканит. Главное, что красный влазо вадим, а габарит. Габарит работает, да, все нормально. Клапан жжет, короче. Аккуратно. Я буду его вот так истить сюда. А он поедет. Что с этим УАЗом только не было? Сегодня. Молодой, переживай. Что только не было, да? Пережил. Пережил. А он постаив потек. Потек в основе? А куда он его несет? УАЗ пошел по следам Горбатого, начал летать. Витя, слышишь? Ты должен был внутри сидеть. Или я? Что-то мы не продумали это. Опасно. Понятно, что тут. Все на колесах, братуха. Опять? Да. Но сегодня он заклинил и помог, да? Да, да. Ты показал, что Рубикон, еще им надо работать над машинами, да? Американский меншинец. Фассад 7 тысяч стоит всего. Ну, чуть дороже, может. На переднем мосту. Все. Финиш. Вовчик, там точно нет места. Всем до встречи. Подписывайтесь. Там просто дождь собирается. Чем-то накрыть бы или нечем, да? Нечем. Что, все. Прощаемся. Всем пока. До встречи. Подписывайтесь. Будет оффроуд. В неограниченном количестве еще. Продолжение следует... Продолжение следует. Продолжение следует...